Всем здарова пацаны, девчонки, с вами Даник В том году я снимал обзор на Rotor F1 Это была первая модель из серии вообще Rotor Сейчас сзади меня находятся 4 мотоцикла Это все новые модели, кроме F-ки Но F-ка, ребята, знатно обновилась с того года На каждый мотоцикл будет снят отдельный обзор И думаю, давайте не будем долго разговаривать Перейдем уже к обзору Титана Титан 250-ка, погнали, друзья До этого я сюда приехал на Adonix Титан, сейчас пройдемся по его характеристикам, которые идут на бумаге После чего уже приступим к его тесту Ну что, друзья, представляю вашему вниманию Rotor Titan 250 На этой 250-ке установлены Зангшеновский 165-й мотор На 17 лошадей с балансвалом Почему сюда решили поставить 165-й, а не 166-й? Потому что они, можно сказать, идентичные Но в 166-м нету балансвала Насчет света Здесь стоит LED-овский свет Вилка здесь, ребята, перевернутого типа 41-е перо Насчет задней подвески Здесь стоит регулируемый амортизатор Такой же самый, как и стоит на Rotor F1 300-ке Все сделано для того, что... Ну, во-первых, мотоцикл двухместный Чтобы можно было подкрутить под разного веса пассажира Короче, Rotor решил раскошелиться на дорогой задний амортизатор Приборная панель LCD Поворотники также LED-овские Понятное дело, на мотоцикле есть как электростартер, так и кикстартер Вес мотоцикла составляет 119 кг Мотоцикл идет полноразмерный Я как приехал сюда, увидел Титан 250-ку И просто в голове сравнил даже с той же F-кой А потом еще и F-ку увидел F-ка идет она поменьше Но увидев этот мотоцикл, я реально охренел Потому что он реально огромный И учитывая его вес, 119 кг Для двухместного мотоцикла Причем эндурика Ну, как по мне, это очень-очень-очень легкий мотоцикл Тормоза, что передние, что задние, идут дисковые, двухпоршневые На раме установлена защита двигателя Правда, она пластиковая, но, ну как, она и тугая, и мягкая Поэтому при ударе Правда, не знаю, куда так можно будет наехать Но при ударе она, по идее, как должна спасти что раму, что двигатель Насчет бака Бак здесь на 8 литров Расход, интернет показывает, что 3,5 литра На деле еще не замерялся В теории, ребята, на нем можно проехать без дозаправок 200-250 км Установлена здесь алюминиевая банка Ножки второго пассажира идут, получается, в сборе, в комплекте Мотоцикл, как по мне, очень хорош будет для сельской дороги Потому что, ну а кто всего будет покупать дорогущий мотоцикл За, там, 4-3 тысячи долларов Тут есть модель, которая стоит на минуточку 1690 долларов Как по мне, за такие деньги мотоцикл очень даже ничего Как вы заметили, на ротрах есть эти багажники А Максим на ротаре моем упал на F-ке И очень сильно багажник спас мой пластик Поэтому, ребята, если вы все-таки надумаете брать мотоцикл То багажник не снимайте, очень нужная штука Да и плюс, по селу, не знаю, картошку сюда кинул Мешок картошки, прикрутил его, привязал И поехал домой, довольный, жарить картошечку Думаю, можно сейчас пройтись уже по мелочам этого мотоцикла Первое, это ручки-неломайки Да, это хоть и мелочь, но эта мелочь часто спасает эти ручки А поскольку там по 300 гривен отдавать за ручки Думаю, не каждый хочет Также есть защита пера Смотрите, как она его обволакивает, можно так сказать Защита выхлопной, уже теплая Мотоцикл идет только с 21-м передним колесом и 18-м задним А сейчас давайте заведем мотоцикл Ну, работает тише, чем F1 Работает тише Так, насчет света Это габарит, это ближний, это дальний Поворотники Поворотники работают, просто мигающие Не плавающие, как на F-ке Есть, кстати, еще Настройка руля На нем циферки даже выведены, нифига себе Последняя кнопочка, что у нас осталось, это, ребята Сигнал Работает, кстати, нифигово так Думаю, нет смысла дальше о нем что-то рассказывать Я уже все самое главное, думаю, о нем рассказал И вообще, ребята, мотоцикл создан не для того, чтобы возле него стоять и разговаривать А созданный для того, чтобы на нем ездить Поэтому давайте проедемся, потому что я его сейчас могу использовать во всей своей красе Во всей мощности, потому что сейчас не зима, ребята Сейчас уже осень Так что лайкос, подписочка, а мы погнали Ребята, не забываем, что по моему промокоду Даня Гавдяк при покупке любого из роторов Вы получаете дополнительную сборку, бесплатную доставку домой А еще есть плюшки Это дополнительно 1 литр масла И на выбор, либо задняя резина новая Или же подставка под мотоцикл Поэтому, ребята, все ссылки будут в описании Пишем Паше Пишите, что вы от меня Получайте плюшки и покупайте Офигенный мод Первый запуск, первые эмоции И, как вы и просили, Максим Житков тоже со мной Будем сейчас кататься параллельно Ну, короче, поехали Я уже хочу побыстрее его испробовать Почувствовать, что воно таке вообще Мотоцикл, кстати, ребята Высоковатый для меня Эвка для меня будет поудобнее Если что, рост у меня 1,76 Поэтому, ну, сами уже смотрите Подойдет вам этот мотоцикл или нет Короче, запускаем и поехали И он, маму, как Субтитры сделал DimaTorzok Не, ну, как для 250-ки едет Вполне таки неплохо Ой-ой-ой-ой-ой Вот это вот, вот это вот, блин, кстати Было трошки опасно Сейчас бы как влетел Было бы не очень приятно Не, рисковать пока не буду Я не знаю, это те горпичи, не те Я не знаю, что... DimaTorzok А? Я в шоке Нет, сюда меня не буду пробовать Поехали дальше Думаешь? Давай потом, поехали Поехали Ё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё-моё линии а ну-ка я пойду гляну все таки мне интересно заеду очень не заеду там я куда из заеду этом не вылечу ух юма обуворов тут все-таки такой хорошенький резкий у ее а мне главное хотя бы сюда и выехать ухты и по нам а что-то у меня аж очко сузилось как я глянул вниз а тут ашу не можно попробовать все не падаем главное не полететь если не выйду будет обидненько печальненько разгон есть где взять нифига себе а как спуститься вопрос заключается угадайте кто рахит правильно я оба все одна проблема решена тихо пух спустился так ладно едем назад не мотоцикл для 17 лошадок едет прямо херена и куда я выехал хер его знает куда я заехал будем выезжать так суды 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 юма на мультике и попрыгать можно а вот это стрёмно было уход это было стрёмно в конце по этим покорнял как полетел ну блин котик маленький я бы на эбке кажется яйца себе подбивал не тут нормально слава богу уху 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 вот это я с точки переборщил не надо было догадывать сейчас бы куда из дерева вмотался и было бы печально то есть это листья по ним тормозить не очень удобно не ну что на разгон что по мощности мотоцикл хорошо себя ведет и на подрыв и на горочки горочка интересная но ребята совет вам на будущее не газуйте по неизвестным вам местам потому что как летите куда-то и будет ай 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 и бобобо не 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 но учитывая 25 лошади у меня 17 ну на первую придачу я уже все почти выехал австралию не я на второй не я до конца на второй хоть он блок тут начал но я газу больше дал он вытянул мне тоже я рукой ударился обветку но я сюда не знаю я сюда не буду ехать а 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 Продолжение следует... Ему вот эти вот между деревья проезжать так стрёмно вы не представляете. Я думал я между деревья, я сейчас дерево куда-то спешусь. А там понял, вот эти два дерева стоят по бокам и корни. Я думал все, жопа. Ребята, короче, я, ну честно, я не ожидал. Я думал, ну 250-ка она будет ехать, ну, нормально. Ну, короче, ну как 250-ка. Ну, ё-моё, когда я рискнул все-таки выехать на одну горку, на вторую горку, и причем на вторую горку, которая конкретная, что между деревьев, думаю, вы видели, что... Короче, какие мои эмоции были, когда я там выезжал. На одну горку я выехал, я прошелся, сначала глянул, смогу я там что-то сделать или нет. Подумал, что не смогу, и потом подошел домой, дико, и говорю, ладно, кто не рискует, тут не пьет шампанского. И я выехал, я тогда так охренел. А потом еще одна горка, еще сложнее. Ну, короче, для 17 лошадок я в ахере. Я просто в конкретном шоке. Сзади Максим еще ехал, и он говорит, ну, он на F-ке ехал, что ему стремно было выезжать, учитывая, что на F-ке 25 лошадок, а тут 17, и он спокойно вылетает. Причем это двухместный мотоцикл. У меня нет слов. Он тяжелее даже, чем F-ка. У него мощности меньше, и он спокойно такие горки покоряет. Учитывая его цену, учитывая, если вы там что-то в нем поломаете, какие цены на эти запчасти дешевые. Мотоцикл реально имба. Реально. Мне понравился. Мне реально понравился. Я в шоке. Мотоцикл этот оставил у меня хорошее впечатление. Ребята, по моему мнению, мотоцикл подходит как для села картошку возить, там буряк, всю херню, цыбулю. Как поэндурить, для новичка просто вот так вот с головой будет. Для бездорожья, для дороги, да вообще для всего. И прикиньте, 119 кило двухместный мотоцикл, на котором можно и поэндурить, и до хера чего на него еще погрузить. Ребята, мотоцикл реально достоин. Достоин вашего внимания. И был момент, там где я как раз между этих двух деревьев выезжал, я думал по этим корням яйца себе отобью. Но как же хорошо, что тут сидушка мягкая, ребята. Я думал, все. Я выехал на эту горку, сразу... Фух, все целое, все нормально. Нет, сидушка тут реально очень-очень мягкая. Это огромный его плюс. Ребята, сейчас проверим, насколько же этот мотоцикл реально двухместный. Ну, точнее, посадим Максима сзади, и он скажет вам вообще свои ощущения. Мягкий он, не мягкий. Ну, как одному ехать, то он вполне, кстати, мягенький. Заодно сейчас проверим амортизатор, насколько сильно просядет мотоцикл, учитывая, что Макс весит 65, я 65. В общем, 130 кг. Посмотрим, насколько мотоцикл просядет. Все, Максим, садись. Поехали. Сейчас зацепился. Ну, это мягенько, пока мы сидим. Сейчас будем ехать, и почувствуем все эти кочки, эти бугорки, полностью все прочувствуют Максим на своей жопе. Я буду приставать. Короче, ребята, поехали. Главное, чтобы Макса не приставил. Это надо ставить. Куда? Я катался до этого с Даней на его F1, а вы... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Подожди, Даня! Я катался до этого на F1 его, роторе, как вы знаете, у него есть. Так вот. Короче, сидушка у него на F1 короткая, и на F1, как вы знаете, нету подножек для второго пассажира, а здесь же и сидушка мягенькая, и вот подножки есть. Дальше я не за Даню держусь, как держался на F1, я еще ехал, и вот так ноги на него ставил, потому что ноги некуда было ставить. А тут ноги есть куда поставить, сидушка мягенькая. Не знаю, будешь уж на ленту, аккуратненько ехать. Сидушка мягенькая, все джинназы, так сказать. Даже есть за что подержаться. Багажничек за багажничек держусь, еще место есть. Сюда можно даже картошечку пикнуть и ехать куда-то себе. Давайте представим, как будто я Данина девушка. Вот мы с Даней, например, ехали по дороге и пришлось нам проехаться по этому, по лесу. Даня господ. Ой, господи, а хорошо аморд отработал. Все мягенько, все четенько. Данечка, Данечка, тормози. Даня, мне реально страшно. Слушай, так на нем можно вдвоем эндурить. Главное девушку не потерять по дороге. Да, ребята, с девушкой такого не делайте. Ух, ешкин, вот мы чуть не вписались. Не, нормально. Мотоцикл такой, достаточно большой. Как второй пассажир, когда Данина воображаемая девушка, скажу, скажу, что мне очень удобно и никаких... Я встал? Даня. И никаких этих нету. Ух, ешкин кот. И никаких нюансов нету. Единственный нюанс, он очень быстро едет. А как, Даня, а как вообще по этому поезде... Вот я сзади сел, нормально? Ни хера не поменялось. Даня, Даня говорит, что ничего не поменялось. Типа как он ехал сам, так и я сижу сзади. 17 лошадей, а так едет, тоже мой. Мама! Все, я уже не могу. Даня, мы же подпрыгиваем. Даня, без фанатизма, без фанатизма. Все. Короче, если вы второй пассажир, берите с собой запасные трусики, потому что мотоцикл пути, так сказать, 17 лошадиный, 250 кубиков, но едет он, дай Боже. Слове много видно, вот это вот надо... Не, не, все, я уже не могу. Мама миа! Ой-ой-ой, аккуратненько. Все, все. Аккуратно, пожалуйста. У меня уже звездки течут. Все нормально. Как воображаемая девушка, Даня Гавзяка, я вам говорю, что я иду менять трусики. Все. Ну что, ребята, будем подходить уже к концу данного видоса. Мотоцикл дал мне много разных эмоций. И вы, кстати, спросите, что же это за трава на мотоцикле. А это, как вы знаете, как у нас всегда происходит, камеру снимаешь, ловишь ее, а потом происходит какая-то фигня. Ну и, короче, камеру положили, приехали на эту локацию, чтобы снять концовочку. Ну и я успешно попал в колею, решил с нее выехать, дал газу и вылетел в кусты. На мотоцикле этом я сегодня уже проехал 25 километров. Были за эти 25 километров и куча новых эмоций, офигенных. И одна не очень офигенная, то, что я упал. И падение уже было. Короче, ребята, не успел нормально покататься, как уже получил кучу эмоций. В общем-то, такой обзор у нас получился, такой тест мотоцикла, всякие горочки, эндуро. Короче, протестили мотоцикл, оценили его визуально, по характеристикам прошлись, полностью все оценили. И сейчас будем понемножку переходить к обзору следующего мотоцикла. Ну, точнее, этот видос подходит уже к концу, а мы едем дальше снимать обзор на ротор ADONIX 300. Ну а вы, ребята, не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться видео с друзьями и писать комментарии. До встречи, друзья!